Вышивка абсолютно на любых элементах ввязанных. Вывязана была только основа, а черным это уже вышивка. Ее можно носить как накидку, ее можно взять и почему бы не одеть как шарф. Автор коллекции Анастасия Баргаякова также предлагает носить модницам стильные шапки. Они по форме напоминают юрту, а декор из перламутровых пуговиц – элемент хакасского костюма. Более того, асимметричный подол тоже пришел к нам из национальной моды. Обычно традиционный хакасский костюм, если мы одеваем, то он немножко на сантиметр, на два перец короче, чем зад. Но мы его переделали на более современный манер. То есть мы можем носить эти элементы тоже по отдельности. Также, как в традиционном хакасском костюме, здесь меховое балеро имитирует оплечья. Также перламутровая пуговица, что традиционно для хакасского костюма. В коллекции Насте шесть нарядов. Тут и современные брюки, кюлоты, и платье свободного кроя. Все в классической гамме и легко комбинируется между собой. Автор коллекции любезно разрешила мне примерить наряды для показа. Сразу скажу, очень удобно, и я бы точно носила такое в повседневной жизни. В конце марта девчонки поедут на конкурс в Москву. В прошлом году в жюри были представители дома Юдашкиных. И кто знает, может быть, этот конкурс откроет миру вторую Шанель. Настроены девочки серьезно. Хотят открыть в Хакасии свой модный дом. Если, конечно, найдут инвесторов. Оценить одежду от хакасских дизайнеров можно на показе «Модный Март». Он пройдет 22 числа в Победе. Это большой городской девичник, где можно будет побаловать себя любимую, зародиться и какими-то идеями в плане моды, увидеть весенние коллекции одежды, увидеть современные быстрые укладки, что будет интересно для женщин. И при желании можно будет себе и сделать укладку, и сделать макияж. Если вы хотите попробовать все, прийти на показ лучше заранее. Парикмахеры и визажисты будут работать прямо в фойе. А затем гостей ждет модное дефиле. Екатерина Лукьянова, Евгений Сульбереков. Новости, 7-й телеканал.